Денег нет, но вы держитесь, больше не работает. Хватит воровать, хватит вводить в заблуждение, раскачать лодку мне удастся. Эти и другие почти афоризмы из послания главы республики. Мира вам, я Ханжан Курбанов, это моя посланническая ремарка. Дагестанский актив, состоящий из депутатов дагестанцев, федерального и местного парламента, сенаторов, кабинета министров, глав муниципалитетов, мэров городов, общественников, партийцев, не только парламентских партий, участников СВО, журналистов, духовенства, школьной и студенческой молодежи, людей с активной гражданской позицией, почти два часа слушал послание главы республики, иногда, не часто, перебивая его речь аплодисментами. Новый публичный формат оглашения послания. Такого при прежних главах не было. Глава республики Большое Место время и внимание послание уделил земле, безобразием в обороте земли. Застройщикам хаотичная застройка по-прежнему портит имиджевую картинку республики и создает социальную напряженность. В результате бетонные джунгли, опять же по выражению главы, не решают, а усугубляют проблему. Здесь и обманутые дольщики, и хаос в городском облике. Нужно 300 семей расселить из ветхого жилья, но в Дагестане бывает и такое, что новое жилье не лучше того ветхого. Недоволен Меликов и мэром Каспийска. Люди с общежития не могут дождаться решения проблемы. Да и на улице Джигитска в Махачкале проблемы еще не решены. И здесь глава республики поручает парламенту проработать до парламентских каникул проект закона, ужесточающего хаотичный и самовольный домострой. Вроде у нас дефицит земли, говорит руководитель республики, но в то же время много свободной земли не в обороте, пустует. Видать, какой-то новоявленный Бек или Хан сидит на землях и никому не дает их, а страдает экономика. Некоторые экс-главы районного оказались поумнее и в роли уже инвесторов ввели в оборот эти земли и еще умудрились получить госсубсидии на инвестплощадку. Другие пока продолжают себя мнить в токсичном периоде и ничего лучше не могут придумать, как выждать момент, чтобы подороже продать участки. Но такие проходимцы скоро пожалеют, предупреждает Меликов. Пощады не будет. Меликов говорит о том, что Дагестан должен восстановить экономику высоких переделов, то есть такую, где мало безработицы, высокие зарплаты, много профессионалов, которые находят себя в работе на месте. А то что получается? Нужных республике специалистов мы завозим из Италии, Германии и даже соседней по северокавказскому региону Кабардино-Балкарии. Нужно готовить кадры здесь. Нужно напитать агросектор технологически. Без новых технологий в экономике нам нельзя. Здесь мы отстаем, тогда как потенциал сельского хозяйства и промышленности есть. Нам бы хотя бы советские предприятия восстановить. И тут глава республики пьяняет правительство на то, что не могут запустить Кикунинский завод, который то работает, то стоит без дела. Недоволен глава и тем, как работают налоговые органы. А работают они, со слов главы, вяло. Экономика в тени. Налогов мало. На разных уровнях какие-то серые схемы вместо прозрачной работы. Нет еще осознания у дагестанцев, что выплачиваемые налоги будут работать на наше будущее. И Дагестан сейчас находится в стадии решения срочных инфраструктурных проблем. А тень экономики высоких переделов за горами. Зато теневая экономика с нами, увы. И еще глава требует и парламентский контроль ужесточить, и гражданскому обществу, общественникам быть активнее. Конструктивно критиковать. Указывать на проблемные зоны и пути решения. Только вместе мы победим, резюмирует Меликов. Послание это не отчет, а выявление текущих и хронических болевых точек Дагестана. Определение точек роста. Все время, пока я слушал послание главы республики, меня не покидала мысль о том, что в нашей стране гор есть какая-то токсичная прослойка, какие-то бармалеи, пройдохи, ловящие рыбу в мутной воде. Я не уверен, что их друзья, родственники и покровители не сидели в этом зале. Может, я ошибаюсь, и эти проходимцы, опять же, выражение Меликова, которые отжимают экономику Дагестана, отжать тоже выражение Меликова, рушат наше, даже нет, не наше, а наших детей и внуков будущее. Пролетели из другой губернии, области, земли, планеты, галактики. Прочветает что? Видимо, так записано. Коррупция. Прочветает где? В нашей стране? Прочветает когда? Сегодня процветает коррупция. Никто не вскочил истерически. Как вы смеете? Почему это? Вот кто? 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 Где? Вот никто этого не сказал. Это было железно, потому что где она процветает? В стране. В стране, не здесь, в стране. Вот выйдем, там оно и процветает. Эти нехорошие люди, проходимцы, которые тянут Дагестан назад, похлеще пятой колонны, на которую тоже говорил глава республики, генерал Меликов. У тех ничего не получится. А, к сожалению, у внутренних врагов много чего получилось и получается. Дагестан пока раскачивается, в смысле, готовится к рывку. Оставайтесь с людьми.